вынужден был уехать отсюда в 79 году меня так мягко говоря выиграли хорошее слово я специально развелся с женой она была с ребенком снимала и мать у нее было не могла выиграть я развелся эффективно и на слоте ну выплатил ей алименты сказать порядочный человек значит все до копеечки она меня спрашивает ну что ты там делать не и шагу я думаю что я буду выпускать в америке пластинки какие пластин для бру советской российской культуре музыка есть масса белых пятен например не выпускаются пластинки владимир семёновича высоцкого машины времени братьев жемчужных аркадий северного но никто не выпускал я взял на себя еще будучи в россии не уезжая вот такую какую-то задачу выпустить вот эти пластинки это меня как будто господь вел форта супер сайт вот я уже об этом знал и уезжай но значит она все фантазии никто с тобой не будет рассказать разговаривать и чего-то не выпустив и что интересно у меня была такая разбитая машинка москва вот огромного размера я ее положил чемодан ну жена вообще не перестала уважать вместо того что такое реализовать я кладу машинку пишешь мне это тоже хоть наите я взялся показал как оказалось не зря эту машинку при выезде на топливные чекисты разобрали до мелких появитель они искали бриллиант сначала виталию нашелся там умелец который эти собрал эту машинку какие-то деньги основа начало печать хромая вот так вот вот так он били зачем сам не знал просто видите ну моя карьера там нью-йорке началась как карьера журналиста музыкального я начал писать о музыке а подпольной музыки который занимался я вообще так профессии инженер для представителя но я занимался уже в сюжет подпольной музыки андеграм и вот это было очень интересно было замечательно газета новое русское слово которая уже закрылась сожалению после 100 столетнего существования самая старая газета русская назовем новое русское слово создано в 1010 году прекратилось что вами ну в мире я проявил себя как музыкальный и нам сказали тираж газеты из-за моих статей пошел вверх как мне сказал андрей сынных и даст оборок познают это бывший бывший секретарь бюллин он был лидар в то время мы встретились не в лифте он говорит вы знаете я ваш первый читатель я бы как мне нравится ваши статьи мы вас печатаем как льва толстого два раза в неделю а я ему говорю а вы же не хотели мои стихи печатать я впервые приходился стихать но он и под душу бед мы же не пушкин такой у него отговорки но это не пушкин поэтому я это принял и не обиделся при вашем статье пошли записки коллекционера читали увлечённо все это самое надо еще преамбулу преамбулу это как будто меня вел господь можете вас там в америке была музыкальная компания под названием кисмет рекорд камплин ее пластинки у меня еще в россии были я коллекционер у меня в голове не обрушили владельцев они читали мои статьи владельцы им они очень нравились и так они сделали что мы в общем познакомились я подходил к ним магазин на 14 улицах они меня спрашивают вы знаете такого рубля 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 то я писал под этим созданием я скромно сказал я узнаю его приведите к нам так получилось что я признался что этот самый и они подумали что этот тот самый человек который может продолжать наше дело и они мне предложили на сходных условиях приобрести эту компанию они очень старые создали условия я влачу сейчас полетно выплатил приобрел самое главное что моя мечта выпускать вот эти самые пластинки спала я получил как раз возможность выпускать пластик первая моя пластинка сейчас вам скажу была владимир семёнович высоцкий концерт торонто уже соску что время было выпущено всего три или четыре года маленькие пластинки пластинка первая долгая играющая высоцкого вышла через год после его смерти а тут на стенку который я выпустил который назывался концерт торонто она дала возможность мне существовать как бизнесмену я первые свои деньги заработал на этой пластинке и я все 20 лет пока я был там америке жил с инерцией от выпуска этой пластинки все выпустил восемь пластинок высоцкого александр галича называется смех сквозь слез я выпустил первую пластинку машина времени за который меня судила машина времени до то время они даже их вещи не были залитованы я использовал их записи подпольные и их заставили чтобы меня судить задним числом залитовать эти вещи и меня судили но мне повезло в том что тиражи моих пластинок были очень маленькие всего машина времени я выпустил тиражом 500 штук поэтому я сказал что пластинки должен был заплатить 5 центов ну я их заплатил если бы я их выпустил многомиллионным тиражом конечно я бы разорился вот так вот такие вот истории еще что я выпустил пластинок было выпущен многое на русскую тему но самое главное считаю что я выпустил пластинку вадима козина молчи не нужно вадима козина потому что в то время он был совершенно забыт в россии никто не помнил что вадим козин великий привет что его нет он сидел в богадании в это время он уже сроку мало закончился но он не захотел уже этот богатану уже там прижился он не понимал ему предложили ехать в любой город он отказался но комит народ русский народ великий народ не помнит своих я помню при том время не помнил сейчас вообще помню целью на то время могу рассказать как это произошло хозяева которые вне светлой памяти она дмитрий дед она сама с кавказа уехала в двадцать шестом году уехала раньше сначала в турцию а потом американский консул ее с мужем вывез практически с условием у нее было первое условие выпустить пластинку вадима козина она всю жизнь мечтала сделать долгоиграющую пластинку вадима козина у нее не было хорошей записи я эту запись достал и еще успел ее и последние дни она была жива в первую пластинку которую я выпустил вадима козина я почувствовал в больницу и за три дня до смерти она проследилась и сказала благодаря вам все что я вам хотел сказать